Привет, друзья! Сегодня мы в обзоре очень интересный велосипед. Это трек Roscoe 7 2019 года. Итак, для начала нужно распаковать коробку и выбросить лишний мусор. Ну и, наверное, будет логично начать обзор этого велосипеда с его отличием перед другими обычными стандартными велосипедами. Это колеса. Колеса здесь стоят 27,5 дюймов и они плюсы. Покрышки здесь 2,8 и это вам даст очень большое преимущество при езде по корням, по лесу, по снегу. И всяких таких неровностях. Я отнес бы этот велосипед к трейловым велосипедам, но также у этого велосипеда есть возможность поставить 29-е колеса и ездить, как на обычном найнере. Билка на этом велосипеде стоит пружина масляная RockShox Judy под 15-ю ось и с локаутом невыносным на руль. Тормоза здесь стоят гидравлические дисковые Tektro M275. Спереди стоит 180-й ротер, а сзади 160-й. На этом велосипеде установлен пневмоподсидел TransX. Из опыта эксплуатации моих друзей TransX хорошо себя зарекомендовал и вообще эта фирма делает одни из лучших подсиделов пневматических. С задних переключателей стоит Shimano M6000 с Shadow Plus системой, то есть ее можно лочить и на трясках она не будет перепрыгивать на звездах, будет намного лучше себя чувствовать. Также здесь стоит монетка M6000, шатуны тут установлены FSA под каретку Hollowtech. Передняя звезда здесь установлена FSA 28 зубчиков, одна, но здесь есть возможность устанавливать переключатель передний и добавлять еще как минимум одну звезду, а то и две. Задняя кассета здесь установлена Shimano HG500 1142 расчет. В тулке на этом велосипедовой установлены формула, задняя идет под обычный эксцентрик, передняя идет под 15-ю ось. Колеса у этого велосипеда довольно крепкие, обода здесь стоят пунктрейджер, двухстенный, 45 мм ширина обода, покрышки здесь стоят швальды Rocketron, колеса готовы под бескамерку. Для этого необходимо нужно будет только докупить бескамерные ниппеля и герметик. Педали на этом велосипеде установлены VP536, довольно бюджетные педали, но не тяжелые, не широкие, хорошо, красиво, гармонично смотрятся на этом велосипеде. Ну и самое главное для, наверное, каждого велосипедиста это вес велосипеда. И я сейчас взвешу этот вел, напоминаю, что вел на плюсовых колесах и в раме 19,5. Вес велосипеда вышел 14,950 кг. В принципе, это немало, но напоминаю, это плюсовые колеса, это трейловый Hardtail, 120 хода вилка, не воздушная, ну и рама 19,5. Друзья, надеюсь, мой обзор поможет вам в выборе велосипеда. Если вам понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся на канал. До скорых встреч!